ну привет я это ты из будущего ну что ты смотришь на меня как на говно сам виноват что ничего не изменилось мари ты пролежал в коме три месяца почему ты в нее попал меня сейчас не интересует я задам тебе один вопрос но для ответа на него тебе нужно вспомнить что было до кома а что будет если я откажусь тогда я верну в общий доступ видео по геншин импакту аэ кремонит после внезапно приобретенного скелетного ключа который я получил используя свои связи с джунема я понял что жить мне осталось недолго и на самом деле нужно было беспокоиться насчет моральных приобретений я быстро осознал что в городе пеликан живут слишком печальные люди и я могу стать для кого-то специальным человеком а кому зачем как быстро и насколько я моральный ублюдок рассказывать буду в этом видео вы можете перейти по тайм-кодам в описании если интересуетесь конкретно одной категории приятного просмотра окей кроме бесполезного ворлдбилдинга давайте расскажу что происходит на самом деле это спидран стардю где игрок должен завершить свадьбу максимально скоро я буду разбирать три варианта без багов за багами и мультиплеер сообщества спидранеров старью разрабатывали разные пути для разных персонажей но прямо сейчас самый быстрый способ выйти замуж без багов лежит через шейна мировой рекорд поставил за хабу заточив шейна дома за 40 минут и 42 секунды его стратегия отличается от публично доступной и без знания событий точь-в-точь повторить его забег почти невозможно поверьте мне я пробовал вместо этого я покажу вам мой забег по пути доступному на форуме который длится примерно час создание персонажа главное выбрать женский пол лесную ферму а также взять два отдельных домика на старте сразу после появления нужно взять семена пастернака и расчистить огород 15 на 3 убрав вокруг него всякие камни впалки и сорняки если они разрастутся то могут забрать часть урожая после посадки нужно полить только две клетки так этот пастернак вырастет быстрее чем остальные отрата времени будет меньше далее в забеге начинается первый рандом нужно поймать три дождя до 11 числа пропуская дни 3 числа гарантированно будет лить дождь то есть шансы не так малы советую пробовать поймать дождь до 9 числа а если он не выпадет поливать 9 и 10 числа 2 грядки самому 11 числа игрок просыпается собирая два пастернака и идет к нижней части карты параллельно срубая деревья теперь можно объяснять зачем нужны два отдельных домика на старте выборов конкретно 2 можно получить домик снизу карты так как рубить деревья слишком долго спидранеры используют фичу встроенную в игру нажав на правый control делит и а анимации игры отменяются эту комбинацию нужно поставить на одну кнопку при помощь макросов и да это разрешено в категории без багов рубить деревья нужно до 7 часов чтобы успеть к выходу шейны из дома в 720 подходим к шейну дарим пастернак разговариваем с ним и валим в удобно поставленную кровать следующий день происходит также но если у вас останется время после срубки четырех деревьев можно попробовать получить уголь разбивая камни 1 единица угля нам потребуется дальше после этого спим до 18 числа потому что в этот день начинают расти ягоды на кустах в этот день проснувшись нужно собрать три ягоды а дальше все так же как и в предыдущие дни которые для удобства я буду называть дни подарков пропускаем дни до 20 20 весны чуть ли не самый важный день спидрана ведь тут игрок получает достаточный капитал и определенное количество травесины с 6 часов фермер должен поставить сундук и сложить в него все кроме топора кирки и косы следующий шаг пробраться в левый угол карты не потратив энергии попав сюда тебе нужно пройти наверх собирая весенние растения которые тут появились по причине лесная ферма как только они кончатся добываем древесину проходя к правому выходу с фермы тут следует потратить всю энергию до 9 часов если вся потраченное осталось время можно собрать растение на автобусной остановке в 9 продаем пьеру весь инвентарь и в этот момент рано разделяется на два варианта легкий на медленный и быстрый на сложный деньги пойдут на пиво ибо как по-другому манипулировать депрессивными людьми кроме как пивом осуждаю старью если в кошельке получилось меньше 1600 идем в бар и покупаем два пива если больше четыре у меня получилось две тысячи но я решил не брать риски и кушать риски поэтому пошел по медленному пути это зря учитывая то что если 20 весны льет дождь ты теряешь много времени ведь шейн отправляется в джорджа март намного раньше в любом случае после получения пива бежим к шейну и дарим ему пиво после чего отправляемся спать весьма необычным путем теряем энергию используя кирку 23 весны встаем и это еще один день подарков с пивом если пастернак еще не вырос советую подобрать водную лейку и полить его до конца весны на следующий день нужно моментально пройти в лес если не успеть до 60 ты просто не сможешь туда попасть до выхода алкоголика можно срубить деревья а как появится подарить ему ягоду теперь цель заключается в получении угля из камня а если ты ранее его получил и убить деревья в девять часов заходим в лес танцуем шейном и спим до начала лета конечно же собрав пастернак лето очень скучный сезон который требует большой концентрации на первый день ты проснешься в северном доме и тебе следует дойти до южного дома взять лейку мотыгу травяные волокна дерево и тревесный сок рафтим пугало и делаем грядку размер может отличаться я не особо разбирался чем поэтому сделал 30 мест засыпал удобрением полил и пошел к пьеру прихватив вещи на продажу и отсутствие ягоды которые я забыл собрать и в итоге подарил шейну пастернак заходим к пьеру покупаем семена перца высаживаем их на ферме и ложимся спать все кошмар начинается лето разбито на три типа дня день полива сна и сбора дни сна спидранер просто пропускает дни полива и сбора почти ничем не отличаются кроме как того что тебе придется собирать перец и включая все это говно фермеру нужно вклинить в расписание дни подарков где шейну нужно отдавать золотой перец и так четыре главных правила дарить только золотой перец ибо он дает больше очков дружбы не дарить в дождливый день ведь шейн отправляется на работу раньше дарить в будние дни ведь выходные шейн меняет расписание и в дни сбора если идет дождь собирать перец и сразу ложиться спать в документе по которому я шел но вы же не думали что я буду пытаться составить дважды есть ссылка на расписание где указано все в зависимости от количества посаженных перцев 28 лета игрок собирает последний урожай и переходит в осень но нужно проспать четыре дня теперь берем всю древесину дополнительные штуки на продажу и идем главному дому сейчас мы будем отправлять почту в мусор открываем почту и спамим пк м и е одновременно с почты мы получим два вида блюд и чтобы не терять время хорошо бы иметь два свободных места до 8 часов игрок занимается чем правильно добыча древесины выходим в город дарим шейну перец продаем все кроме трех золотых перцев если у вас получилось 14 тысяч золота то все хорошо если нет кот коричневый потому что мы идем покупать дому робин 5 числа настало время проверить почту снова тут же и пригождается выбор пола женщины получают 1000 золота от мамы когда мужчины нет это еще один день дарения но со своими сложностями нужно сначала подарить букет потом поговорить а потом дать перец сделайте в неправильном порядке потеряете много времени если спидранер выбрал путь с двумя кружками пива дарим на 8 день предпоследний перец и последний в день дождя до 14 числа если в этот же день льет дождь бежим на пляж чиним мост покупаем ракушку и дарим шейну после чего спим до катсцены ран завершается на поцелуе и у меня получилось жениться на шейне за 1 час 2 минуты и 46 секунд учитывая то что это был мой первый успешный ран неплохой результат и если мой спидран подтвердят то я буду на 14 месте скучная дерьма в сторону сейчас я покажу вам упортость а именно как жениться на харви на 4 день используя баги более подробно о происходящем можно узнать перейдя по подсказке в видео а если объяснять простым языком мы будем использовать вставленный текст чтобы сломать игру его содержимое название фермы для очень секретных нужд управление голосом другого человека гипноз выдача персональных вещей и телепортация специально для забега нужно посмотреть катсцену на сообщество спидранеров страдью нашло способ пропускать скучные речи смертных людишек если нажать altender во время диалога окно переключится между полной экраном и оконным режимом а диалог будет считаться прочитанным просыпаемся взрываем себя бомбами и попадаем в больницу но вообще-то не попадаем тут работает другой баг с названием введение события когда игрок умирает его имя используется системой событий и когда она читает содержимое текста срабатывает в игре первая команда заставляет харви создать еще одно жерелье русалки вторая автоматически повышает уровень с ним да фига третья выдает жезл телепортации четвертая делает катсцены пропускаемый а пятая оставляет игрока после катсцены на заданных координатах игрок после всех этих манипуляций выдает ракушку харви и возвращается домой при помощи жезла после чего пропускает дни без сохранения зажав ей или escape на один конкретный фрейм игра пропустит анимацию сохранения но и рок появится у дворей из дома текст моралью и сопропускается с изменением вида окна и мировой рекорд держит рая со временем 1 минута 10 секунд и 700 миллисекунд сами люди в сообществе говорят что это время близко к идеалу и победить его почти невозможно не исследованная территория спидранов свадьбы свадьба игроков друг на друге в этой категории забегов так мало что если кто-то решится поставить свой рекорд с большой вероятностью у него получится вот путь что я нашел сам один стартовый домик на лесной ферме и так будет легче добраться до второго дома смотрите главный прикол первый игрок смотрит катсцену и получает свадебное кольцо подключает второго игрока дарит ему кольцо и они вместе пропускают дни до свадьбы будет намного быстрее если вторым игроком будет управлять другой человек или же если вы научитесь управлять джойстика ногами но я не располагаю такими удобствами в любом случае мой финальный результат 1 минута и 35 секунд если вы решитесь побить этот рекорд в кавычках то пришлите мне видео на сервер в дискорд ссылочка в описании и до безбаговый спинран шейном как раз и есть то что замедлило выпуск этого видео на месяц зон волки лак по твоему выражению лица видно что ты все-таки вспомнил и так мой вопрос почему во всех трех спидранах ты венчаешься с мужчиной а так это очевидно на это есть одна две причины назови их